Так, всем еще раз привет. Спасибо еще раз Владу за то, что меня уже представил. Как он сказал, меня зовут Данил Бугай, и сегодня мы поговорим с вами о разработке SDK и библиотек. Так, давайте не будем долго задерживаться, погнали. Сначала хочу сказать о том, кто я такой, чем я занимаюсь, почему я решил сделать этот доклад, и кому он будет в первую очередь полезен. Давайте сразу перейдем к делу. Я работаю в компании Effective на Outstaff в команде Яндекс.Плюса. В Плюсе мы делаем мобильный SDK под Android. То есть опыт этого доклада – это в первую очередь опыт разработки SDK+. Почему я вообще решил сделать этот доклад? Потому что SDK есть почти во всех крупных компаниях, например, в Яндексе, например, в Тинькове, в Озоне и так далее. То есть это очень распространенный юзкейс, когда у крупных компаний есть несколько приложений, несколько сервисов, и они хотят так или иначе как-то между ними код шарить. И из этого появляются какие-то внутренние SDK либо библиотеки. Исходя из этого, можно сказать, что люди с опытом разработки SDK, они нужны на рынке. Потому что лучше взять на проект человека, который уже работал с SDK, чем разработчика, который всю жизнь писал только клиентские приложения. И в последнюю очередь, но не по важности, это то, что разработка SDK просто очень интересная инженерная задача, в которой есть свои тонкие аспекты, которые немного отличаются от того, что привыкли делать в клиентских приложениях. И об этом мы будем говорить на протяжении всего доклада. Кому будет полезен этот доклад? В первую очередь, собственно, тем, кто начинает разрабатывать SDK. Но, конечно, он будет полезен, помимо этого, и разработчикам клиентских приложений, потому что определенные практики разработки SDK можно перенять и для клиентских приложений при желании. Ну и, помимо этого, конечно, всем интересующимся подходы и аспекты, которые я буду здесь рассказывать, они, на самом деле, применимы не только к разработке SDK под Android, но и к разработке SDK в целом. Прежде чем мы перейдем к основной части доклада, хочется решить вопрос, собственно, чем отличаются библиотека, SDK и фреймворк. Такие довольно смежные понятия часто встречаются вместе. Давайте разберемся. Библиотека – это что-то все-таки более простое, то есть набор каких-то функций и классов для упрощения какой-то работы. Ну, например, работы с изображениями, работы с навигацией. SDK – это что-то более конкретное, то есть это чаще всего какой-то код для работы с определенным сервисом, например, Firebase SDK, Facebook SDK и так далее. В нашем случае, например, плюс SDK. Фреймворк – это что-то более глобальное для работы с целой системой, либо с набором сервисов. Ну, например, как Android Framework, с чем мы все, собственно, работаем. Так, погнали уже к основной части. Представьте, представим, что нам нужно сделать какой-то SDK с нуля. То есть вы попали в команду SDK впервые, и вы начинаете какой-то SDK делать с нуля. Что нужно сделать в первую очередь? В первую очередь нужно собрать как можно больше контекстов. То есть нужно понять, что вы вообще собираетесь делать. И для примера в этом докладе я взял API-шку Яндекс.Погоды. Вот, по QR-коду можете более детально посмотреть, что это такое и что оно дает какие-то возможности. Но если кратко, то там можно просто получать прогноз погоды, что, собственно, следует из названия. И попробуем для этой API-шки как-то сделать Android SDK. Вот, по порядку. После сбора контекста мы можем перейти к определению контракта. Контракт – это очень важная договоренность. По сути, интерфейс между вами и вашими клиентами. И контракт, что очень важно сказать, его нужно сохранять. Если контракт будет рушиться, вы будете его часто менять, клиенты будут злые, недовольные, у них будет постоянно красный код после очередного вашего обновления. Вот, это не есть хорошо. Старайтесь контракт сохранять как можно лучше и крепче. И, собственно, сам контракт я бы раздавил на три основные части. Это точка входа, то, как клиенты будут к вашему SDK обращаться. Это инициализация SDK, то есть передача каких-то ключей, параметров и так далее. И, собственно, использование SDK, то есть его методы, его возможности и так далее. Вот, давайте по порядку. Начнем с точки входа. Самые две частые точки входа – это синглтон, либо просто объект. Вот, ну, я думаю, тут все примерно понимают, что такое синглтон. То есть это, когда мы получаем единственный экземпляж объекта для работы SDK через, например, метод getInstance. Вот. У такого подхода есть как плюсы и минусы. В плюсы можно включить то, что не нужен никакой DI, по сути. То есть клиенты могут получить объект для работы с вашими SDK в любой точке кода. Но есть довольно существенный минус, если, например, вы подключаете SDK и подключаете какую-то библиотеку, которая использует SDK. То есть вы, по сути, получаете SDK еще и транзитивно. И в таком случае SDK будет инициализирован дважды. И для синглтон точки входа – это уже неприемлемый вариант. Скорее всего, здесь что-то либо упадет, либо пойдет не так. Здесь нужно быть очень аккуратным, выбирать то, как вы хотите организовать точку входа на старт. И такие кейсы предусмотреть. Следующий вопрос – это инициализация. Я привел тут основные варианты. То есть это либо инициализация через Builder, либо такой более котлинговый вариант через DSL. И последний вариант, такой более непонятный, наверное, это инициализация через манифест. Давайте по порядку рассмотрим, как что из этого выглядит. Через Builder, думаю, всем привычный вариант, знакомый. То есть вы получаете какой-то объект Builder для создания объекта Ямбекс.Погоды, передаете туда все нужные ключи, логгер, например, и получаете, собственно, точку входа в итоге. Думаю, все такое видели тысячу раз. Очень распространенная практика. Давайте дальше. Инициализация через DSL – это уже более современный подход, основанный на лямбдах с получателями котлинговских. По сути, на самом деле, сильно они темно отличаются от варианта с Builder. Ну, то есть очень похоже, передаете те же самые объекты конфигурации, но более такой котлинговский подход. Более гибкий, на самом деле, потому что можно более красиво это все обернуть и более удобно сделать инициализацию. Но здесь главное не переусердствовать. И последний вариант – это инициализация через манифест. На самом деле, подходит только для Singleton точки входа. Я думаю, вы такое несколько раз видели, может быть, даже много раз. Это когда вы какие-то ключи и параметры передаете через метод Data в манифесте. Либо вообще не передаете. Ну, например, для LeakCannery достаточно просто подключить его в зависимости от Griddle. То есть инициализация происходит без вашего участия совершенно. Так работает, ну, как я сказал, LeakCannery. Так работает, допустим, Firebase SDK. И я помню точно, что так работает еще Urban Airship SDK. То есть тоже можно было передать ключ для пуш-уведомлений SDK. Давайте разберемся, как это на самом деле работает. Потому что, насколько я понимаю, не все в курсе. Работает это через Content Provider. У Content Provider есть такая особенность, что его onCreate метод вызывается раньше, чем onCreate Application. Поэтому вы в методе onCreate Content Provider можете проинициализировать ваши внутренние вещи. То есть для этого достаточно просто определить у себя в коде Content Provider, добавить его в ваш манифест, потому что пример же манифестов он добавит в манифест клиентского приложения. И в методе onCreate, как можно посмотреть на слайде, проинициализировать SDK. То есть здесь мы буквально достаем метод data из контекста, ищем там ключ для нашего SDK и вызываем тот же самый метод init, который был раньше по слайду. Вот. Это распространенная практика. Некоторые так делают, но на самом деле шквал критики обрушивается на такой подход из-за того, что он очень узок в плане кастомизации. То есть вы можете передать практически только примитивы. Много через тек метод data не передашь. Часто хочется передать какие-то объекты. И рекомендация моя здесь – это помимо такого варианта давать еще и инициализацию руками, проворачивать. То есть если клиент хочет, например, передать свой логер, он уже не сможет это сделать через манифест. И лучше здесь давать несколько вариантов и инициализацию через манифест как самую простейшую, если он вообще не хочет никак запариваться. Так, тут все. А и последний аспект – это использование SDK. Это, на самом деле, самый свободный аспект. То есть здесь вы можете делать практически что хотите, ориентируйтесь на клиентов. А я могу дать только несколько советов. Это группируйте функционал по смыслу. То есть не стоит, например, функционал для оплаты пихать в объект для загрузки картинок. Понятные очевидные вещи. Не тяните лишние зависимости. Никто не хочет подключать SDK большой по объему с конфликтующими зависимостями и так далее. То есть здесь нужно тоже быть аккуратным. Если вам что-то действительно не нужно, то старайтесь этого избегать. И не давайте клиентам ничего внутреннего. Все, что вы дали клиенту в паблик, это становится частью публичного контракта. И это становится тяжело менять, потому что вы ломаете тем самым контракт. Если вы планируете что-то менять, то лучше держите это как можно дольше внутри вашего SDK. То есть не открывайте публично. Вот. И меняйте себя на здоровье без изменения контракта. Мы прошли, собственно, по контракту. Давайте теперь поговорим о том, какие есть нюансы в разработке SDK. То есть какие тут могут быть рекомендации, какие-то фишки, советы и так далее. Первый, наверное, вопрос, который возникает у разработчиков SDK, пришедших из клиентских приложений, это где, собственно, ваш SDK дебажит, проверять и так далее. То есть если клиентское приложение – это чаще всего аппликейшн-модуль, его можно запустить на девайсе, то SDK – это обычно модуль библиотечный. И чтобы его проверить, обычно делается сэмпл-приложение. То есть обычно прямо в вашем проекте внутри создается одно или более сэмпл-приложение в зависимости от ваших нужд. Ну, например, вы можете захотеть иметь сэмпл-приложение под Android TV, если вам это нужно зачем-то проверять. На самом деле здесь может быть сколько угодно сэмпл-приложений. И демонстрация SDK, тестирование SDK ручной, а все происходит в рамках сэмпл-приложения. Это такая распространенная общая практика. Из-за того, что SDK часто вызывается непонятно откуда, то есть клиент сам решает, где методы вашего SDK вызывать, то стоит предусмотреть вариант работы в многопоточной среде. То есть вполне вероятен кейс, когда методы вашего SDK вызываются параллельно в разных потоках и так далее. И чтобы ваш SDK не получил какие-то неконсистентные данные внутри себя, нужно все это защищать. Вот, в первую очередь нужно защитить нейтрализацию, чтобы не было проблем с многопоточной нейтрализацией по каким-то причинам. Сделать это можно все, конечно, через Java Util Concurrent, который, думаю, все используют через какие-то локи, через Synchronize и так далее. И такой важный момент тоже – это вызывать callback методы, которые выходят на клиента, то есть которые клиенты переопределяют либо в main потоке, либо принимайте контекст, где клиент сам хочет их запустить. То есть от клиента какой-то экзекьютор, какой-то диспатчер и так далее, чтобы он сам управлял тем, где методы вызываются. Потому что часто это может быть для клиента непредсказуемое поведение, если метод вызывается не там, где он ожидал. Есть такой еще важный аспект работы SDK, как работа в отдельном процессе. На самом деле довольно редкий кейс, но вам тоже хочется рассмотреть, когда его стоит применять, когда не стоит. Часто, на самом деле, его можно встретить в библиотеках SDK для аналитики и крашлитики, потому что отдельный процесс не будет падать вместе с основным процессом. То есть если ваше приложение упало по какой-то причине, то очень хочется, на самом деле, доставить информацию о краше в нужный сервис, например, Firebase Крашлитик. И для этого используется отдельный процесс, чтобы ничего не потерять при краше приложения. Еще работа в отдельном процессе может вам дать больше ресурсов, потому что система дает больше ресурсов приложениям, у которых несколько процессов. Но это довольно редкий кейс, и здесь общая рекомендация – это не использовать отдельные процессы, если вам действительно это не необходимо. То есть если вам почему-то не хватает ресурсов, если вам нужно не падать вместе с основным приложением, то этот пример стоит рассмотреть. Но в противных случаях я бы, на самом деле, не стал. Есть еще такая штука, как внутренняя версия SDK. То есть часто, на самом деле, если вы работаете в какой-то крупной компании и делать SDK для нескольких сервисов, вы можете захотеть, например, иметь внутреннюю версию SDK с похожим функционалом, но с расширенным. Делается это, чтобы дать вашим приложениям больший функционал, но не давать его внешним клиентам, например, в паблик. То есть у вас есть один публичный модуль с более узким функционалом и внутренний модуль с расширенным для ваших ближайших клиентов. Как это обычно работает? Ну, то есть у вас просто есть два модуля, которые между собой какой-то код переиспользуют. Один модуль вы отдаете в паблик, например, в паблик, в мавин. А второй модуль вы можете распространять как в пост-аджарник, можете паблишить его как-то во внутренние сервисы и распространять уже именно между вашей командой, между вашей компанией. Еще такой момент, который, думаю, все видели. Так или иначе, кто особенно работает с стандартными библиотеками Кодлина, с коротинами, это общие аннотации. То есть те аннотации, которые предупреждают клиента о том, что этот метод или этот класс не для прямо сейчас использования, так сказать. То есть это, например, может быть аннотация internal, которая говорит клиенту о том, что этот метод или класс для внутреннего использования, и никто не гарантирует его стабильность и то, что он не будет меняться при следующих обновлениях. То есть, по сути, мы говорим клиенту о этой аннотации, что здесь лучше этот метод вообще не вызывать и не трогать, либо класс. Вот. И, наверное, все видели в колотинах, например, experimental аннотации, что данная часть API является экспериментальной и может поменяться. Мы можем, в принципе, этот подход перенять к себе и сделать экспериментальную аннотацию, например, для нашей Яндекс.Погоды. То есть мы говорим клиенту о том, что эта часть API нестабильная. И не стоит рассчитывать, что она не будет никогда меняться. То есть в ближайшее время она может поменяться перед релизом, и использовать ее стоит на свой страх и риск только если очень нужно. Вот. Очень удобная штука, чтобы прям явно подсвечивать клиенту какие-то моменты, которые он может, например, не прочитать в документации. И раз мы начали говорить про клиентов, давайте поговорим про то, как, собственно, сделать наш SDK удобным для клиентского использования. Тут тоже есть несколько моментов, несколько советов, которые могу дать. Во-первых, конечно, очевидно, это документация. Документация 100% должна быть. Без документации SDK подключать и использовать очень сложно, потому что просто непонятно, как и что дергать, чтобы получить нужный результат. Хорошая практика – это проверять документацию линтером, чтобы она подходила, во-первых, чтобы все классы публично были документированы, чтобы документация была написана в одном стиле. И помимо этого лучше все это подкреплять еще и вики. То есть если у вас есть вики, где вы можете, например, показать какие-то картинки, прям какие-то конкретные кейсы использования, это будет гораздо лучше, чем просто сырая документация в ходе. То есть старайтесь как можно лучше описывать ваш SDK, как можно больше давать вариантов использования, чтобы клиентам было удобно. Думаю, с этим тут всем понятно. Следующий вопрос – это версионирование. Как вы, собственно, будете версионировать ваш SDK? Используйте здесь, как и почти везде, semiver, то есть semantic versioning. Это то, что вы чаще всего привыкли видеть, когда видите версию. То есть мажорная версия, точка минорная версия, точка patch версия. То есть, например, 1, 0, 0. Думаю, все такое кучу раз видели. Например, собирать лучшие изменения и то, как это будет меняться версия, непрерывно. То есть как это обычно работает. У вас есть какие-то задачи, которые вы делаете в вашем task tracker. Вы с каждой задачей после ее добавления в код собираете, насколько она меняет контракт. То есть если задача меняет контракт серьезно и ломает его для клиентов, это, соответственно, мажорный апдейт. Если она меняет контракт, но ничего не ломает, это минорный апдейт. И если это просто какой-то бакфикс, то это патч апдейт. И вы, получается, перед релизом смотрите, какие у вас задачи были в этот релиз включены. Если есть хотя бы одна мажорная задача, то, получается, меняете мажорную версию. Если есть хотя бы одна минорная задача, то меняете минорную. То есть вот так идет по нисходящей. Этот процесс можно также контролировать с помощью утилит. То есть проверять, чтобы вы не забыли указать никакой чизлок, чтобы вы не забыли указать, насколько это важное обновление будет в SDK и так далее. То есть за этим лучше следить, лучше давать клиентам своевременную информацию о том, что контракт поменялся, что версия мажорная, чтобы они уже задумались, стоит ли им обновляться или лучше подождать и уже с большими ресурсами это сделать. Тесты тоже очевидная вещь. Тесты должны быть. Тесты – это гарантия того, что ваш SDK стабилен и работает. Тесты могут быть как юнит-тесты, так и UI-тесты. UI-тесты пишутся для сэмпл-приложения. Точно так же, как и ручное тестирование, проходит для сэмпл-приложения. То есть здесь сэмпл-приложение очень важную роль играет, как и, собственно, в клиентских сервисах. Думаю, тут все понятно. Тесты – они везде нужны, и в SDK в том числе. Параметризация. Часто клиенты хотят как-то менять логику вашего SDK в зависимости от их нужд. Ну, например, я думаю, самый частый кейс – это они хотят видеть ваши логи где-то у себя. Ну, например, они хотят записывать ваши логи в файл, хотят видеть их, например, в дебаг-панели. И для этого обычно передается внешний логер как параметр при инициализации SDK. Вот. Это как раз было до этого на слайде. Еще часто клиенты хотят влиять на поход в сеть. Например, передавать лишний хеддер, передавать лишний, допустим, аутентификатор и так далее. То есть тут они могут повлиять, собственно, как они захотят. Это очень такое разнообразное, очень много кейсов, может быть. И стоит как-то давать им возможность на это повлиять. Часто, если у вас в SDK, например, есть вариант работы в девелопмент-моде и в продакшн-моде, то, конечно, стоит передавать, точнее, передавать себя еще и окружение. Вот. Думаю, много раз видели, как различные SDK, например, для работы с пуш-уведомлениями, принимают вообще несколько ключей. То есть дебаг-ключ и продакшн-ключ. И дают себе указывать environment, на котором они будут работать. Вот. Я здесь поставил уже четыре точки, потому что на самом деле эти параметры могут быть сколько угодно, в зависимости от того, что вы делаете и для кого вы это делаете. Рассмотрим пример. То есть ничего сложного. Просто прямо в нестаризации, в билдере или в DSL мы все эти логеры или фокуш-типе клиента принимаем в себя, чтобы клиент мог на нас влиять, как он захочет. И важный момент, что нужно, в первую очередь, ориентироваться на потребности клиентов. Если клиент хочет как-то повлиять на ваш SDK, хочет передать какой-то лишний параметр, то почему бы не дать ему это сделать, если это не противоречит вашим планам разработки. Вот. Тут стоит быть внимательным, общаться с вашими клиентами. Это вообще очень важно при разработке SDK. Понимать, чего они хотят, что им мешает, какие у них есть проблемы, и своевременно их решать. Еще один момент, очень полезный для клиентов, это ограничивать исключения, которые может ваш SDK бросать. То есть создавать явную внутреннюю иерархию и указывать, какой метод, какое может исключение из вашей иерархии бросить. Этот подход популярен и полезен, потому что, на самом деле, для клиентов очень неожиданно, если ваш метод бросает какое-то стандартное исключение, например, illegal state exception. То есть он явно не будет готов, скорее всего, такое исключение ловить. Поэтому стоит иерархию исключения ограничивать, например, вот так. То есть у нас есть какое-то общее исключение, есть нетворк ошибка. То есть если, например, не смогли сделать запрос. И есть какой-то анэксперт, это ошибка, которая уже для клиента будет, несмотря на название, более ожидаема, чем, например, illegal state exception. Потому что эта ошибка входит в нашу иерархию публичную. И старайтесь бросать исключения именно из иерархии, которую вы отдаете в паблик. То есть никаких неожиданных исключений лучше не бросать. Стараться все как-то сворачивать под ваши исключения, оборачивать и так далее. Клиентам от этого будет удобнее, и у них будет меньше крышей в приложениях. И про исключения клиента также можно сказать через документацию. И специальную аннотацию froze, которая на самом деле оборачивает то, что было в Java с checked exception. То есть можно вот таким образом показать клиенту, что этот метод бросает какие-то исключения. И для клиента это на самом деле будет полезно. То есть он будет примерно знать, что ему ловить. И это описание, это, по сути, гарантия и часть контракта, что мы ничего лишнего тут бросать не будем. Тоже для клиентов очень полезно и приятно. Еще есть вариант, например, для SDK создавать отдельные специальные модули для работы с популярными библиотеками или под конкретных клиентов. Например, я здесь привел, какие есть варианты для Google библиотеки Paging 3. То есть у них есть отдельные модули, которые поставляются для работы с популярным библиотеком, например, RxJava 3, либо, например, Guava. То есть они создают прям отдельные модули для SDK, если клиенты хотят их использовать с RxOM. Вот. Вы также можете добавлять для вашего SDK такие модули, если, например, ваш SDK как-то очень хорошо ложится под работу с определенной библиотекой. Но не стоит эту библиотеку чаще всего закладывать изначально, то есть изначальные модули, потому что не все, например, хотят использовать Rx, не все хотят использовать карутины. Лучше в таком случае делать отдельные модули для того, чтобы клиентам, которые все-таки хотят, жизнью прощать, но тем, кто не хотят, ее не портить. Вот. И вопрос про отдельных клиентов. То есть часто какие-то клиенты, возможно, в внутренней вашей компании, могут захотеть получить какой-то дополнительный функционал от вашего SDK. Это распространенный кейс. То есть вы не всегда даете полный объем информации, который клиентам нужен, но зачастую какая-то информация может быть нужна только конкретному клиенту, и другим ее лучше не отдавать. В таком случае можно вполне сделать отдельный модуль под конкретного клиента. Вот. Еще бывают случаи, когда, например, конфликт с зависимостями какой-то может быть и так далее. И тут тоже проще сделать отдельный модуль, который клиент будет подпрощать уже сразу с методами под себя и так далее. То есть прямо можно даже конкретные обертки делать от конкретных клиентов. Опять же, ориентируйтесь на клиентов, спрашивайте у них, что им нужно, какие у них есть проблемы и так далее. И здесь уже можно это решать либо отдельными модулями, либо какими-то дополнительными параметрами. Изменение контракта. Да, это происходит. Тут важно отметить, потому что SDK развивается, как и любое приложение, в нем что-то меняется. И зачастую это происходит с изменением контракта. Для клиентов это может быть больно, поэтому с изменением контракта лучше не перебарщивать и как-то пытаться его сгладить. Во-первых, можно использовать аннотацию Deprecated. Думаю, тоже часто все видели. Даже в Android и SDK это используется. В Android с Норморки, точнее. То есть вы помечаете метод Deprecated, но не удаляете его сразу. То есть вы сначала предупреждаете ваших клиентов, что этот метод будет удален в ближайшее время. То есть, допустим, через месяц, через два. И указываете ему, на какой метод ему лучше перейти. Вот. То есть таким образом вы как можно больше убережете клиентов, покажете им, что лучше от этого метода отходить, лучше менять его использование. И как можно больше клиентов при таком подсвечивании проблемы перевезет на новый метод. И когда вы уже действительно удалите метод, помеченный Deprecated аннотацией, как можно меньше клиентов от этого пострадают. Можно также при добавлении новых параметров, например, в метод, добавлять значения по умолчанию. В таком случае при вызове этих методов на стороне клиента ничего не изменится, потому что будет просто работать значение по умолчанию. Этот подход можно использовать как в методах, так и в билдере, так и много где еще. И старайтесь не добавлять каких-то необходимых методов или необходимых параметров. И всегда, если есть возможность, давать значения по умолчанию, чтобы на стороне клиентов ничего не сломалось. Вот. Еще раз повторю, контракт часто ломать не стоит. Клиенты обижаются, узлятся, расстраиваются и так далее. Потому что на их стороне это влечет адаптацию. Это влечет затраты каких-то ресурсов, которых они, возможно, не хотели тратить. Ну и на самом деле время подводить итоги. Могу вам порекомендовать дальше для изучения темы изучать какие-то изделия с открытым кодом. Таких на самом деле много. Многие из них хорошо написаны. Конечно, помимо изучения стоит практиковаться, применять описанные подходы и для клиентских приложений тоже. Ну, например, у вас есть какой-то модуль для работы с сетью, который можно в целом обобщить как библиотечку небольшую. Потому что часто какой-то модуль сетевая можно будет подключить и в другом приложении тоже, при развитии ваших сервисов. То есть можно подходы, которые используются для разработки SDK, использовать и для разработки клиентских приложений таким образом. То есть выбирать отдельные модули и рассматривать их как библиотеки. Чтобы не быть голословным, вот несколько примеров интересных SDK. Открытых это Facebook SDK и это SDK GetStream для работы с чатами. Очень такие, на самом деле, частые... Ну, у них очень много клиентов, что у Facebook, что у GetStream. SDK уже зрелые, то есть много проблем починили. SDK развивающиеся при этом, то есть какие-то новые подходы перенимают. В общем, интересно посмотреть, рекомендую. Ну и давайте уже сделаем выводы. Во-первых, разработка SDK это востребованная интересная задача. Много интересных моментов, над которыми можно подумать. Развивает очень мышление гибкое, архитектурное. В общем, всем рекомендуем. И как результат доклада вы получили какое-то представление, какие-то тонкости, которые у этого процесса есть. Если остались какие-то вопросы, даже после нетворкинга, то обращайтесь ко мне в Telegram. Вот я на все отвечу. Можно просто обсудить. Буду рад всем. Все. У меня все. Спасибо за внимание.